Код неисправности OBD2 Техническое описание – нарушение связи с модулем управления рециркуляцией выхлопных газов B Что это означает? Это общий диагностический код неисправности системы связи, который применяется к большинству марок и моделей автомобилей OBD2 Этот код означает, что модуль B управления рециркуляцией выхлопных газов и GRSMB и другие модули управления на автомобиле не взаимодействуют друг с другом Схема, наиболее часто используемая для связи, известна как связь по шине сети контролеров или, проще говоря, шины S&N Модули взаимодействуют друг с другом по сети, так же, как сеть, которая есть у вас дома или на работе Производители автомобилей используют несколько сетевых систем До 2004 года наиболее распространенными, неисчерпывающими, системами межмодульной связи был интерфейс последовательной связи или SAI Шина SAI J1850 или PSI, и Chrysler Collision Detection, или SSD Наиболее распространенная система, используемая после 2004 года, известна как связь по шине сети контролеров или, проще говоря, шина S&N Также использовалась до 2004 года в небольшом сегменте транспортных средств Без этой шины S&N модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может или не сможет получить информацию от транспортного средства В зависимости от того, какая цепь затронута, модуль управления рециркуляцией выхлопных газов B и GRSMB обычно расположен под капотом либо на крыльях, либо на переборке Он получает входные данные от различных датчиков, некоторые из которых напрямую подключены к нему, а большинство передаются по системе связи по шине от модуля управления трансмиссией PSM Эти входы позволяют модулю контролировать, когда и при каких условиях работает клапан рециркуляции ОГЭ Действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа системы связи, количество проводов и цветов проводов в системе связи Серьезность кода и симптомы, в этом случае серьезность невысока, так как PSM имеет резервную стратегию на случай потери связи с EGRSMB Симптомы кода U010B могут включать, индикатор неисправности, MIL, VKL Может работать нормально на холоде, но когда двигатель теплый, он может начать стучать при ускорении, двигатель может запускаться и работать, но не при холодном двигателе, двигатель запускается, но сразу же заглохнет, не запускается Причины, обычно причины для установки этого кода следующие, обрыв на шине SIN+, или, цепь короткое замыкание на питании или массу в цепи шины SIN Отсутствие питания или заземления на модуле GRSMB редко, неисправный модуль управления процедурой диагностики и ремонта, хорошее место для начала всей электрической диагностики, это проверить бюллетени технического обслуживания, TSB, для вашего автомобиля Проблема, с которой вы столкнулись, может быть известна другим специалистам в этой области Известное исправление могло быть выпущено производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики Предполагается, что на данный момент вам доступен считыватель кодов, так как до сих пор вы могли получать доступ к кодам Посмотрите, были ли какие-либо другие диагностические коды неисправностей, связанные со связью по шине или с аккумулятором, зажиганием Если это так, вам следует сначала диагностировать их, поскольку, как известно, неправильный диагноз может возникнуть, если вы диагностируете код U010B до того, как какой-либо из основных кодов будет тщательно диагностирован и исправлен Если единственный код, который вы получаете от других модулей, это U010B, попробуйте получить доступ к EGR-SMB Если вы можете получить доступ к кодам из EGR-SMB, то код U010B либо прерывистый, либо код памяти Если невозможно получить доступ к EGR-SMB, значит, код U010B, установленный другими модулями, активен, и проблема уже существует Наиболее частая неисправность, это неисправность цепи, которая вызывает отключение питания или заземления модуля управления рециркуляцией выхлопных газов Проверьте все предохранители, питающие модули EGR-SMB на этом автомобиле Проверить все основания для EGR-SMB Найдите на автомобиле точки крепления заземления и убедитесь, что эти соединения чистые и надежные Если необходимо, снимите их, возьмите небольшую щетку с проволочной щетиной и раствор пищевой соды, воды и очистите каждый из них, как разъем, так и место, где он соединяется, если какой-либо ремонт был произведен Удалите диагностические коды неисправностей со всех модулей, которые установили код в памяти, и посмотрите, сможете ли вы теперь связаться с модулем EGR-SMB, если связь с EGR-SMB восстанавливается Скорее всего, проблема связана с предохранителями, соединениями, если код возвращается или связь с модулем все еще не может быть установлена Найдите коммуникационные соединения SIN-шины на вашем автомобиле Наиболее важен разъем EGR-SMB, который обычно находится под капотом на крыле или на переборке Перед отсоединением разъема на EGR-SMB отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи После обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик Разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов Посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной Дайте высохнуть и нанесите электротехническую смазку на контактные площадки Перед тем, как снова подключить разъемы к EGR-SMB, выполните эти несколько проверок К напряжения вам потребуется доступ к цифровому вольтометру, двум, убедитесь, что на EGR-SMB есть питание и заземление Получите доступ к электрической схеме и определите, где основные источники питания и заземления входят в EGR-SMB Перед продолжением снова подключите аккумулятор, при этом EGR-SMB все еще отключен Подключите красный провод вашего вольтметра к каждому источнику питания B+, напряжение батареи, входящему в разъемы GR-SMB А черный провод вашего вольтметра к хорошему заземлению, если не уверены, отрицательный полюс батареи всегда работает Вы должны увидеть значение напряжения батареи, убедитесь, что у вас есть веские основания Подключите красный провод вольтметра к плюсу батареи, B+, А черный провод, каждой цепи заземления Еще раз вы должны увидеть напряжение батареи при каждом подключении, если нет, устраните неисправность цепи питания или заземления Затем проверьте две цепи связи, найдите SINC+, или HSSIN+, цепь и SINC, или HSSIN-цепь, подключив черный провод вольтметра к надежному заземлению Подключите красный провод к SINC+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть около 2,6 В с небольшими колебаниями Затем подключите красный провод вольтметра к цепи SINC, вы должны увидеть примерно 2,4 В с небольшими колебаниями Другие производители показывают SINC примерно на 0,5 В и колеблющуюся клавишу при выключенном двигателе Ознакомьтесь со спецификациями вашего производителя Если все тесты пройдены и связь по-прежнему невозможна, или вы не смогли очистить код неисправности U010B Единственное, что можно сделать, это обратиться за помощью к обученному автомобильному диагносту Так как это будет указывать на сбой EGR-SMB, большинство этих EGR-SMB должны быть запрограммированы или откалиброваны для правильной установки автомобиля Продолжение следует...